хорошего есть мусор и весь хлам составляют под наш гараж у нас чё на лбу написано вот что вот это опять такой лежит прямо напротив гаража вот не напротив он подпертым что это такое чье это откуда это дома подставляет тумбочки здесь подставляет какой-то хлам я приехал колеса ребят привести надо выгрузить колеса и попробовать не знаю может масло заменить хотя фиг знает ну не знаю короче посмотрим стоит вот эта байда чё это такое чье это я даже не знаю пойдемте выйдем посмотрим что это такое такое какой там металл или что дерево это что это такое мать моя женщина она тяжелая нас ворота и так на ладом дышит какого хрена что это такое вообще блин я не понимаю вообще что другого то места нету что ли что это такое вот мне теперь как открывать но не допустим сейчас эту часть воротины как бы я открою хрен семья даже трогать не буду сейчас сосед по гаражу придет я спрошу может это его капец вообще ладно открываемся в общем короче сейчас надо выгрузить колеса а в принципе это самое главное то и все а вы выложить пакет запчастями волгу запорожцами ничего делать не будем потому что не купили не масло не свечей пока но у нас все время есть до 20 числа это что такое пальцы какие-то чьи-то господи мои что ли нет детские какие-то пальцы как будто бы ну что это такое нет не мои пальцы увидите как миска это без наклейки смотрится здоровско так что ладно все начинаем арбайтом ну тут пыль пух нет практически нормально ой как бурбоном пахнет этим это осталось наклейка кстати мне не забрали а зеркало еще надо вот что купить надо купить зеркало сегодня нашел зеркало за три за 600 рублей если с торгуюсь заберу обычное простое пластмассовый ну в принципе ты все вот буду вот у меня колеса буду 100 час в ряд складывать ребят чё по волге по волге пока ничего ребят ну нет времени сейчас начался дачный сезон до этого было все дожди до холодно и не знаю когда здесь в принципе чё надо свечки поменять поставить новые свечи и как только она заведется начнутся проблемы значит здесь кардан мы купили же бэушный кардан но он тоже что-то не очень короче надо либо из двух один собрать либо надо новый но новый кардан 15000 пол машины ребята ну жаба давит и выживной подшипник свистит жутко свистит не знаю и что еще и тормоза надо смотреть скорее всего наверное как только она встанет на ход надо вести ее в автосервис чтоб там и и чинили потому что здесь в раскорячку я не спец чтобы прямо целиком все это сам делать потому что я как бы ну папа уже тоже как бы не хочется его ну возрасте таки валяться тут на земле где-то или там на эстакаду загонять короче скорее всего наверное отдадим какой-то сервис ну главное чтобы это было не по конской цене и будем там наверное делать тормозной цилиндр поставили недавно совсем главный тормозной цилиндр новый он уже весь поржавел писец гайки стоят целые то есть как бы не ржавые до уеха какой отдает а тормозной цилиндр уже визжал она никуда не ездила она стоит в гараже прикиньте чё уже тормозной цилиндр весь ржавый на то что такое вообще как делают запчасти я не знаю короче это все сейчас убираем складываем туда а кстати чё по резине еще тут у меня мне тут тоже бедлан я уже и чужой-то гараж захламил но тут принципе меня только колес тут ничего нет такого тут тоже по идее надо разобраться какие-то доски но тут же арка смотрите как надо может быть открыть двери потом пусть здесь все просыхает чтобы здесь все просохла ладно все это убираем ставим колеса так ну чё короче выгрузил эти все колеса масло не стал менять потому что мне не подлезть туда надо ее либо на эстакаду я так подумал раз на запорожце будем масло менять и сразу тогда на этой замене ничего еще пока у меня ключ сервис не пищал поэтому пока можно поездить поставили у нас уже новые ворота у этих новый шлагбаум старый уже не работает а я думаю куда карточки то еще не давали карточек пока этих скутов и приятная новость я зарегистрировался на концерт арбениной который пройдет 3 июня в 8 вечера на дворцовой площади это не может не радовать концерт бесплатный ко дню там вм этот пф ну пф форум экономический петербургский экономический форм пф сокращен и там что-то дню медика что-то такое в общем короче концерт бесплатный ну грех не пойти ребята я являюсь поклонником группы ночные снайперы дианы арбенины поэтому пойду и там конечно же поснимаю и вам покажу короче вот такой колпак немного чем темновато у нас что только 7 часов утра на улице солнца нет еще два дня назад покупатель значит хочу купить я его достал пошел на петрушу тут намыл все вы в какое время будьте я груш такое то не приехал на следующий день вы в какое время будете я груш такое это не приехал опять а вы в какое время сегодня будет да иди твою мать ну что за покупатели такие а ну не зачем мозги пудрить зачем не понимаю значит вот еще такие покрышки а они с камерой то есть внутри есть камера все и еще к ней так это у меня вот здесь пакете этот самый нашел ой господи зеркало от газели когда пороешься на балконе много чего интересного вижу такие еще крылья и тоже началось я готов купить я говорю покупай и тишина что за покупатели такие я не понимаю вот на хрена спрашивать если ты это если ты знаешь что брать не будешь к кайф что ли доставляет не знаю полчаса полчаса объясняю людям совсем оборзее по ушам полчаса приходится есть покупатели хреновы слушай парадокс парадокс как только я научился продавать они услышались покупать с машиной кстати такая же история или звонят можно приехать посмотреть и не приезжают сидишь их ждешь или еще хуже такую цену предлагают я вообще в шоке вот просто вот откуда они берут такие цены что они не смотрят что сколько стоит что ли я не понимаю ну не телегу же ты покупаешь и они действительно серьезно рассчитывать на то что я им продам по такой цене вот на что люди рассчитывают когда предлагают мне такую цену я вообще не понимаю просто капец какой то вот просто что в головах у людей вот даже я смотрю сейчас подыскивая себе автомобиль видя цену я я понимаю что как бы цена чуть ну там может быть дороже да торг но я предлагаю человеку торг да ну я понимаю да реально адекватный торг это тысяч двадцать там тридцать ну не пол стоимости автомобиля ребята вы чего нет денег значит не покупай машину тогда или ищи по той цене которая тебя устраивает люди конечно странные ну ничего не поделаешь такой народ когда у нас сегодня погода не знаю как одеваться небо красивое но что-то все одеты по так скажем не по летнему ладно будем утепляться камеру машине представляете сутки в машине было дома где камера забыл что ее на этот накрепление поставил откуда то откуда может быть на крыше собачьей кости лежит на крыше собачья кость то ли ворона ее притащила на крыше оставила то ли кто-то специально мне это подкладывать я уже не знаю куда машину ставить у нас сейчас в доме просто началось не все хорошо у нас перестали убирать вчера скинули в подвале там что творится мусору куча она все время считает что это я виноват я должен что-то с этим сделать но я тоже никто правильно как бы нас в правление это сжи никто не взял мы обычные жители как бы чего ну не знаю короче говоря такая вот фигня вот так вот загорается основной зеленый я жду стрелку что повернуть но чтоб не нарушать мне все сигналят идет женщина на меня орет мол типа хрен или ты стоишь я говорю так стрелка она не работает откуда я знаю работает она ли нет я сейчас поверну под эту стрелку негорящую а там гаишник стоит он меня штрафанет блин а народ вообще правил никто никогда не учил не считал видимо не знаю права на покупали вот она сейчас видите красным а ну вот зеленым просто не видно видите ее она работает она работает вот здесь видите ярко видно а там ее не видно и вот как я должен понять что она горит естественно никак вот и все а народ сразу начинает орать племяшку здесь буду ждать так что вот ребят я стараюсь правила никогда не нарушать поэтому там реально ни хрена не видно откуда я знаю горит она или нет а там все начинают мне сигналить а я не понимаю чего нет мне вообще хотят так остановите горит на непонятно как вот надо следить зачем за светофорами в первую очередь а у нас на это все забивают болт тем более в такую погоду ни хрена не видно так короче мы приехали сейчас в икею сейчас я пойду сниму денежку с банкомата зайдем в икею мне надо посмотреть стол который помните в прошлый раз я вам показывал если он есть я его забираю нет значит идем в ашан покупаем продукты о здесь глушителю тоже конец как и моему так что вот так сейчас надо маску на налепить носили а то не пустить ну все пойдемте посмотрим что-то сразу мне лично вот я сейчас сразу к столам где столы есть в наличии нет нет значит все хоть и народу здесь как бы много но в любом случае как но я может 300 раз все показывала уже 300 раз этом я увидели показывать особо нечего поэтому сейчас мы быстренько посмотрим где что есть у нас диван это потом кстати вот неплохой диван но видите очень большой не помню вот это что 34 трехместный даже но в принципе вот такой можно да но он розовый видите был бы сера он серый на это угловой короче ладно нужны столы пойдем к столам так столы вот здесь а вот он нет это не тот а какой тот был я не помню уже а вон там по моему сейчас посмотрю вот вот этот до стол да вот он 1599 выставочный образец не для продажи на складе ряд нулевой место 30 вот он получается а это что они одинаковые а ну в принципе да они одинаковые все я его забираю тогда и все идем тогда на склад сейчас обратно вернемся и там сразу на склад спустимся по громкой связи говорят соблюдайте требования правительства а я говорю интересно когда правительство начнем соблюдать требования граждан женщина впереди шла и посмеялась короче мы пришли вашан я хотел посмотреть зарядку на айфону там такие цены атомные за дешманскую зарядку это можно оригинал купить так но здесь нам что нам ничего а вот что надо на газовую плиту металлическую вот такую штуку отдельно но именно отдельно не продают так сейчас мы посмотрим мне нужно что этот самый ложечку пластмассовую которую я поломал мне не поломала она подгорела у меня а где они продаются не знаю сейчас посмотрим в бытовом отделе в отделе хоски вот телевизор кстати на дачу надо какой-то телевизор под за 7000 юно какой-то что такое юно старым юно лев асану я не за ребят что это телевизор таки нет такой вот я точно покупать нему она уже здесь видите какого качества как со старые могли это самый экшн камера так ложечки ложечки где у нас тут ложечки вот здесь может быть наверное скорее всего сейчас посмотрим у нас есть только деревянные да ну нет это мнение дуршлаг нету таких просто обычную деревянную не знала мне потом может еще в домовом гляну там обычно в домовом бывает так но все за продуктами в основном а еще вот что семена ребята вот видите я вам говорю вспоминаю сейчас бы забыл бы получил бы по шапке пойдемте в отдел семян обязательно какие часы здоровые за 700 я кстати вот свои покупал вот эти красивые кстати у меня мечта вот вот эти вот слушайте а часы вот эти они же очень хорошо подойдут к моим шторам и к моим этим сколько они стоят 700 рублей но я вообще хотел сделать часы из старой этой пластинки ну что-то как-то они мне нравятся и в то же время как-то и нет вот стекла бы этого не было и были бы они круглые ладно так семена сейчас пойдем в отдел семян чё-то хотел сказать ребята и забыл он всякие тут эти самые стульчики о статуэтка сколько стоит мать моя женщина 8000 но в принципе о это что такое о газонокосилка смотрите-ка электрическая bosch сколько у нее сколько у нее мощности ротак 32 о чем она такая прям совсем ни о чем 10000 маленькая мне кажется но bosch но сейчас найти bosch тоже не факт это шредер да так это шредер тоже шредер вот есть тоже электрическая ручная но это надо с папой играть так семена один вот значит огурцы еще бы знать какие вот бастион я знаю что тетя люба сажает возьмем пачку бастиона возьмем огурец чубчик кучеря чубчик кучерявый это тоже бастион их 1 они едина а почему здесь одно здесь другое они вообще одинаковые а огурцы капитошка лучший урожай холодостойкие но возьмем таких так и еще возьмем а давайте да при играть и прикол возьмем вот за 10 рублей огурец вот закусочными вот он будет вообще что-нибудь так и еще мне нужны кабачки где у нас кабачки кабачки у нас здесь кабачок нефрит кабачок хреть-кареть-кареть-качок кабачков то как это так кабачков нет что а нашла парочку сколько они но это какие-то давайте возьмем вот таких два и возьмем вот этот вот кабачок дракоша не знаю почему хрен с ним вот просто понравилось короче вот так ну наверное пока месть все потому что в семенах попадается половина не очень так в автомобильный сейчас зайдем еще посмотрим и пойдем сбор смотрите ребята чего видел мальчик сидит в педальной советской эх ссср так чего у нас на то смотрите какие елочки появились елочка арбузная а вот это чё такое что это такое чуть такой зарядка что ли такая или что это ароматизатор ароматизатор воздуха семидесятые ой тут уже кто-то открыл а что это такое-то вообще пластинка а сколько она стоит на ней есть ценник а 88 рублей 88 рублей что тут еще есть интересненько а ну вот она такая ну нет что-то как кассета была круче кстати тут раньше поддавались кассета я хотел а вот чё я хотела здесь видел наклейку дешевую нет уже таких таких уже нет ладно красный желтый зеленый а у мало того что мы тут по 179 тот 269 смотреть не на что его выкинуть только это уже не кондиция они это продают но это вообще конец это что у нас красный отчили не надо баклажан нет я здесь пожалуй перец брать не буду потому что по 269 рублей это грабеж среди белые дни ребята не так ладно помидор а вот еще какой-то но тоже 269 смотрите тоже 269 ну что это такое вот это вот смотрите вот это перец это нормальный перец а вот это вот вот это вот за 269 это нормально а еще он стоил 315 вообще я бы это все взял вот так целиком и на списание ну вот это точно не ребят я не буду это брать а вот желтый ну желтый еще они у смотрите какой мягкий он прямо весь это сыпется ну что это такое не это же есть так помидоры у меня огурцы есть мне это не надо просто у меня там осталось я хотел сделать лавашек так тогда пойдем посмотрим пойдемте посмотрим фрукты типа что-нибудь бананов каких-нибудь бананов до грабеж среди белого дня они ребята я просто да по чесноку говорю за такие цены такой перец не это дорого уже плесень пошла и причем они не все так сайте 159 рублей а стоили двести семьдесят 9 выбери меня клубника вкус товарополи 159 ну и что это такое во первых она голубиная кстати какая вторых она плей на гнилая как это продает вот пожалуйста еще один нектарин 199 посмотрите какой он но это же хлам откровенно это только выкинуть все как продают это все я вообще не понимаю хочу бананы а вон бананы есть пойдемте может может и банан тут такого же качества я посмотрим ребят о смотрите какие бананы красные ну вот бананы как так о 69 ну бананчики возьмем бананчики это тема вот этих наверное возьмем стоит короче семеро открытая капот открыт аккумулятор сперли отверткой задней дверь подпихнута блин я не знаю что бросили она слушайте она живая смотрите она по порогам живая у нее диски охрененные просто ну все эти самые штамповка но все равно резина зимняя нормальная кстати но она коцаная правда но ничего такая это же специально антенна сзади выдвигалась номера новые кстати получены семерка видите может по пацаны покатались добросили украли потом по номерам ребят пробить так ну что на будем собирать стол сейчас я его разрежу мы вытащим посмотрим что там внутри я вам покажу потом будем собирать линксбо вот такой вот стол так это что у нас инструкция ну слушайте мы качели собрали а ну тут все просто 3-4 так сейчас откроем как а вот так это к этому на винты да винты это на винты это на винты это на винты так само стекло сейчас я его аккуратненько достану так вот такие вот эти самые ножки ножки и вот это вот ну что собираем а потом я вам покажу конечный результат ну что стол собран в принципе быстро за исключением маленькие шурупчики такие прям вот четверка восьмерка и ни одному неудобно вот так вот это выглядит единственно что вот это само стекло но никак не крепится то есть только на эту поверхность а вот здесь если видите где болтами скручиваются ножки еще дается такой прокладка такая на двухстороннем скотче и так опанька приклеиваешь так на прикладывание сюда и сверху накладываешь вот это вот стеклышко все в принципе вот так вот оно выглядит поставлю сейчас прикроватный или туда вот ну короче буду разбираться все это поедет на дачу остатки там парни к маме на пол так что вот все вот такой вот столик красота порядочная я считаю что очень порядочная кто тоже так считает ставим лайки все мечта моя осуществилась вот так давайте еще покажу вам ну слушайте как раз он как раз на него можно что-то вниз положить вот какие-нибудь может журнальчики там что-нибудь сверху можно телефончик положить и все и камерку поставить и порядочно порядочно я считаю что очень порядочно все ребята так что вот ребята мой старый стол который у меня стоял он настолько старый что он прямо аутентичный но я его выбрасывать не буду а я просто увезу его на дачу не знаю как наверно в машину погружут опять же как вот вез эти самые или может ножки откручу тут наверное ножки откручивается ну посмотрим короче у меня у папы хотел знакомый забрать но это было давно уже он передумал поэтому увезу на дачу на второй этаж вот ему там будет как раз самое место так что вот пока вот так а тот стол потом поставлю в нормальное место пока у меня здесь еще такая мини перестановочка и потом будет все нормально так что вот так вот все с обновками и и и и и и и